Приветствую, друзья! 32 года назад, 19 августа 1991 года, жители Москвы, и я в том числе, увидели танки на улицах города и балет «Лебединое озеро» по телевизору. Это было начало путча и конец Советского Союза, хотя, конечно, про конец Советского Союза тогда еще никто не догадывался. События августа 1991 года полностью поменяли нашу страну и стали отправной точкой всей истории независимой России. Но, помимо этого, августовский путч – это важнейший урок для нас всех. И не просто значимое историческое событие, а прямое руководство к действию, которое может пригодиться уже очень скоро. Итак, почему мы, сторонники демократической России, победили в 1991 году? И как нам победить снова? Об этом сегодняшний разговор. 19 августа 1991 года вице-президент СССР Янаев объявил, что в связи с невозможностью Горбачева по состоянию здоровья исполнять свои обязанности, власть переходит к нему. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 в Конституции СССР вице-президент СССР приступил к временному исполнению обязанностей президента. Отдельно хочется отметить иронию жизни. Горбачев, который якобы в 1991 году по состоянию здоровья не мог исполнять обязанности, пережил всех членов ГКЧП. Причем большинство из них сильно пережил. Но вернемся к путчу. Янаев и другие путчисты объявили, что СССР находится на пороге тяжелого кризиса, а то и катастрофы. Поэтому они образуют ГКЧП, Государственный комитет по чрезвычайному положению. В этих условиях у нас нет иного выбора, кроме как принять решительные меры, чтобы остановить сползание страны в катастрофе. Принято решение образовать Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР. Это противоречие, вот мы берем власть, потому что Горбачев якобы нездоров, но по сути заявляем, что он потерял контроль над страной, сразу бросилось в глаза всем. Стало понятно, это переворот. Понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот? И какое из сравнений вам кажется более корректным? С 17-м или с 64-м годом? В глазах российского общества этот переворот был направлен против демократизации страны. Тысячи людей вышли на улицы защищать свою свободу и отстояли ее. Но как это у них получилось? Почему тогда власть, напомню, тогда еще вполне себе тоталитарная советская власть просто не задавила протест танками? Это непраздные и совсем не абстрактные вопросы. Вполне возможно, что знание ответов на эти вопросы понадобится нам раньше, чем можно было бы себе предположить. У меня есть свое мнение. Какие факторы стали ключевыми в том, что в 91-м году мы, демократическая часть общества, победили? Я также считаю, что эти факторы будут играть важную, если не решающую роль в момент смены путинского режима. И знание этих факторов будет полезным, чтобы и при смене нынешней власти демократическая часть общества, если не победила полностью, то не осталось бы хотя бы выброшенной на обочину исторического процесса. В 1991 году одной из главных целей ГКЧП была нейтрализация властей РСФСР и конкретно президента республики Бориса Ельцина. Для начала группа Альфа спецназа КГБ была отправлена на дачу Ельцина в Архангельское. Если бы не промедление с приказом, приказом на арест Ельцина, то ранним утром 19 августа 1991 года история вообще могла пойти по иному пути. Но глава спецназа КГБ Карпухин приказа не дождался. Ельцина не арестовали. И президент РСФСР стал тем ядром, вокруг которого объединились противостоящие ГКЧП силы. Сначала вышло обращение гражданам России, подписанное президентом РФ Ельциным, премьером Силаевым и главой Верховного Совета Хасбулатовым. А потом Белый дом превращается в центр сопротивления путчу. Мы имеем дело с правым реакционным антиконституционным переворотом. В Белый дом, центр власти Российской, еще Советской Республики, приехали Ельцин, Силаев, Хасбулатов и многие другие. К Белому дому стали собираться тысячи и десятки тысяч москвичей. На защиту Белого дома пришли артисты и ученые. Но сегодня я здесь, потому что я считаю, что да, в стране происходит безобразие, да, нужно наводить порядок, но кому и как? Вот это вопрос серьезный. Существует правительство, которое избрано народом. И, естественно, в те августовские дни был в Белом доме я, но только сильно моложе и с усами. Символом демократического сопротивления Пуччу стало выступление Бориса Ельцина на танке около Белого дома. Все это заставляет нас объявить незаконным пришедшей к власти так называемый комитет. При этом, в отличие от членов ГКЧП, Ельцин и руководство РСФСР обладало большей легитимностью. К середине дня, 19 августа 1991 года, Белый дом – это не только символ сопротивления Пуччу, но и альтернативный центр власти. Для ГКЧП наступает критический момент. Пучч должен подавить очаг сопротивления в Белом доме, иначе он обречен на неудачу. Задача по штурму Белого дома и аресту руководства РСФСР ставится перед группой «Альфа» спецназа КГБ. Чтобы вы понимали, группа «Альфа» – это те бойцы, которые в 1979 году с минимальными потерями смогли осуществить штурм Дворца Амина и поменять власть в Афганистане. То есть, как Арнольд Шварценеггер в фильме «Коммандос», только настоящие. Перед ними ставилась задача по зачистке Белого дома. Как мы все знаем, штурма Белого дома не произошло. Почему? Глава группы «Альфа» Карпухин много раз вспоминал этот момент, и, по его словам, «Альфа», конечно, бы выполнила любую поставленную задачу. Но его остановило количество жертв, которое было бы неминуемо при таком штурме. А откуда бы взялись жертвы? Ведь безоружные защитники Белого дома должны были бы разбежаться при первом же выстреле. В этом-то и дело, что защитники не были безоружными. Одним из важнейших символов и свидетельств этого дня являлась вот эта фотография. Всемирно известный музыкант Мстислав Ростропович держит автомат защитника Белого дома, пока тот спит. Я, как уже говорил, был в Белом доме в те дни и лично был свидетелем того, как среди защитников было роздано около трех тысяч автоматов. Три тысячи не обученных, ну или обученных, но абсолютно гражданских людей с оружием в руках. Они не спасли бы Белый дом от штурма. Но трех тысяч вооруженных людей было достаточно, чтобы сделать цену штурма слишком высокой для самого подготовленного спецподразделения КГБ СССР. Глава группы Альфа Виктор Карпухин запросил письменный приказ на штурм Белого дома. Приказ, без которого офицеры и его подразделения отказывались идти на штурм. Отказывались потому, что понимали масштаб противостояния. По оценкам самих спецназовцев, штурм здания, где находилось три тысячи сопротивляющихся с оружием, привел бы не только к жертвам среди гражданских, но и как минимум потерям 50% личного состава Альфы. Никто не хотел брать на себя ответственность за такую бойню. Письменный приказ не был получен, и штурма не произошло. История пошла по другому пути. Цена этого другого пути истории – три тысячи автоматов, розданных гражданским. Формально члены ГКЧП неплохо подготовились к путчу с точки зрения кадрового состава. Членами комитета были представители всех силовых структур, глава КГБ Крючков, министры обороны и внутренних дел Язов и Пуга. Казалось бы, такой заговор обречен на успех. Даже если спецгруппа КГБ «Альфа» отказалась от штурма у ГКЧП, есть целая армия, чтобы решить любую силовую задачу. 18 августа 1991 года министр обороны Язов на совещание дает приказ подготовить к вводу в Москву мотострелковую, танковую и десантную дивизии. Важнейшую роль во взятии под контроль столицы отводятся подразделениям десантников под командованием генералов Грачева и Лебедя. Их цели — центральный телеграф, ТАСС, телецентр в Останке, на радиостанции, ТЭЦ, водонапорные станции, мосты и подъезды к ним. 19 августа к Белому дому выдвигается бронетехника 137-го парашютно-десантного полка под командованием генерал-майора Лебедя и танки Таманской дивизии. Но после прибытия экипажи поднимают над танками российские триколоры и переходят на сторону защитников Белого дома. На одном из этих танков и выступал в тот день Борис Ельцин. Генерал Лебедь встречается с Ельцином и заверяет его, что десантники прибыли для защиты населения и стрелять по защитникам Белого дома не будут. Параллельно Лебедь участвует в совещаниях Минобороны, где планируется штурм Белого дома и захват Ельцина. Как именно должен был проходить штурм, мы можем узнать из показаний спецназовцев на следствии по делу ГКЧП. Военные должны были обстрелять из гранатометов каждое окно со второго по пятый этаж, после чего мы, ворвавшись в здание, провели бы зачистку. Зачистка производится следующим образом. Сотрудник открывает дверь помещения, бросает гранату и дает очередь из автомата. После такой зачистки живых, включая Ельцина и руководство СССР, в Белом доме не осталось бы совсем. Это понятно нам, это прекрасно понимали Лебедь с Грачевым. Они также понимали, что ответственность за убийство тысяч людей, в том числе легитимного руководства России, легла бы на них. 20 августа Грачев и Лебедь вступают в переговоры с руководством России и предупреждают защитников Белого дома о готовящемся штурме. А ранним утром 21 августа на коллегии Минобороны, командующие флота, авиации, ракетных и десантных войск, открыто выступают против министра обороны. Большинство генералов высказываются за необходимость вывода войск из Москвы, перевода вооруженных сил из повышенной боеготовности в постоянную. В результате министр обороны Язов отдает приказ о выводе войск из Москвы. Это, по сути, означало конец путча. К вечеру 21 августа Инаев подписал указ о распуске комитета и сложении из себя президентских полномочий. Позже членов ГКЧП арестовали. Армейские генералы отказались брать на себя ответственность за вооруженное подавление гражданского населения вопреки приказам министра. Причем они не перешли на сторону защитников свободы и демократии. Но даже просто самоустранение вооруженных сил оказалось достаточно для провала путча. Армия всегда самая мощная часть силовой машины государства. И от ее позиции зависит очень многое. Нейтралитет армии – важнейший фактор в ситуации борьбы за свободу и демократию. Мы только что разобрали, как самоустранение армии повлияло на судьбу ГКЧП. Но надо быть честным. Не все подразделения сохранили нейтралитет. В ночь с 20 на 21 августа началась публичная карьера генерала Суровикина. Того самого, которого уже два месяца после путча Пригожина никто не может найти. Конечно, в 1991 году генерал Суровикин был еще капитаном. Командовал моторизированной колонной и до конца оставался верным ГКЧП. С именем Суровикина связан самый трагический эпизод путча. В ночь с 20 на 21 августа колонна БМП под командованием Суровикина выдвинулась на штурм, но была встречена с защитниками Белого дома. В тоннеле на пересечении Садового кольца и проспекта Калинина несколько БМП попытались прорывать баррикады из троллейбуса. Стоящие на баррикадах люди останавливали технику, затыкая смотровые отверстия одеждой. В ходе попыток прорыва баррикад погибают трое защитников Белого дома. Моих имена Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский. В ответ защитники Белого дома сжигают БМП бутылками с зажигательной смесью. Экипажи БМП успевают покинуть горящие машины. Остатки колонны Суровикина покидают тоннель. Но всем становится ясной степень решительности защитников Белого дома и уязвимость техники на улицах города. По некоторой информации, именно эпизод с поджогом БМП поставил крест на планах путчистов по взятию под контроль Москвы. Это было невозможно сделать без разбития города на сектора и выставления на блокпостах тяжелой техники. Но в ситуации, когда протестующие оказались готовы использовать коктейли Молотова, размещать технику можно было не ближе 50 метров от зданий, что в условиях города с плотной застройкой означало нигде. Август 1991 года вошел в российскую историю как пример удачной и мирной демократической революции. Но как мы сегодня рассмотрели, у мирной победы над путчем есть ряд важных нюансов. Во-первых, наличие собственной вооруженной силы. Даже пускай частично только уравновешивающие противоположную сторону. Так вот это увеличивает шансы на мирный исход. Казалось бы, парадокс, но нет. Если оружие есть у обоих сторон, то это повышает ставки для всех и заставляет думать о поиске мирного пути. Во-вторых, позиция регулярной армии – важнейший фактор в революционной ситуации. На чьей стороне вооруженные силы тот и одержит верх. Для успеха необходимо заручиться как минимум нейтралитетом армии. При этом существенный момент. Позиция армейских подразделений часто определяется не министром обороны и его замами, а непосредственным командованием. В-третьих, очень часто готовность применить силу и точащиное ее применение ведет к предотвращению большого кровопролития. Борьба за свободу всегда имеет свою цену. И готовность платить такую цену заставляет слышать голос такого общества. Почему эти уроки важны сейчас? Вовсе ведь не просто из-за очередной годовщины августа 1991 года. Ну, для начала, очень много параллелей между ГКЧП и путинским режимом. И те, и другие пытались остановить время, стояли на пути развития, боялись будущего и перемен. А можно сказать, что Путин – это и есть победивший ГКЧП. Следствием провала Пуча стал распад СССР. А для Путина это является величайшей геополитической катастрофой 20 века. Пучисты на самом деле боролись не за сохранение СССР, а за сохранение себя во власти. Так же и Путин. Под лозунгами о борьбе за суверенитет и уважение в мире он в реальности лишь всеми силами удерживает личную власть. Но главное, почему сейчас надо изучать опыт 1991 года? Это потому, что высока вероятность повторения тех событий. Я много раз говорил, что момент, когда власть можно было поменять на выборах, мы давно проскочили. И даже тот момент, когда власть можно было поменять, пусть и не на выборах, но мирно, похоже, тоже остался позади. А значит, успешный опыт революционной смены власти – это то, что пригодится российскому обществу, если мы хотим хоть когда-нибудь вернуть свою страну снова себе. Счастливо вам! Прошлое не всегда определяет будущее, но часто дает нам ценный опыт. Прошлое не всегда.